значит не хватило у меня еще вот таких опор ждать с китаем не их лень поэтому значит взял я купил обычные дешевые подшипники с внутренним диаметром 10 остальное неважно он садится довольно плотно саша надо какую-то втулочку ограничивающую сделать то есть вот он без проблем вот я держу за подшипник он крутится без проблем в но мне надо сделать самодельный кронштейн какие-то делаю классический профиль 15 на 30 взял я его распилил вдоль меня получилось две вот таких штучки просверлил большое отверстие до распилил дальше напильником и сделал два отверстия для зажима значит к основе будет прикручиваться грубо говоря это все вот так ложится подшипник и сверху на наружную обойму прикручивается зажимается верхняя пластинка то есть вот так вот сейчас центрую то есть такого плана то есть жму я только сжимаю наружную обойму внутренняя вращается свободно то есть получается выглядит это примерно так вот соответственно в ответный тоже будет большое отверстие чтобы зажимать только внутреннюю наружную обойму внутренняя будет свободно ездить из одного получается два таких кронштейн чека вот все короче делаем из профиля дешевые просто такие вот получились у меня полностью самодельные опоры вот вот те самые крышечки которые пилил вставлен обычный подшипник внутренним диаметром 10 остальное неважно лишь бы пролазил в корпус выглядит как заводской это я просто использовал старый профиль попавшийся под рук скручена винтами между собой только забыл добавить гаечки там добавлю вот это задняя часть не сквозная вот вторая часть уже сквозная здесь уже с гаечками профиль ничем не хуже чем заводская вот как-то выглядит все значит винт сюда вставляется и вставляется сюда насквозь и без всяких проблем вращается там вращение в опорах сидеть на на подшипниках собственно и планирую это использовать вот этих вот опор потому что у меня их просто не хватает конечно купить проще готовую но все равно для нее какой-то корпус нужен значит один из коллег задал интересный вопрос есть у меня значит такая вот гаечка для станочка чпу второпластовая гайка довольно дорогая и хорошая но как у всех гаек с трапециевидной этой резьбой у нее есть минус то есть если ее навернуть она как бы качестве обладает большими чем бронзовая но она имеет небольшой осевой люфт на экране может быть это не видно на рукой я его ощущаю и болтаночку такую радиально но болтанка радиально не так страшно как именно небольшой осевой люфт значит он задал вопрос как я собираюсь это исправлять и не будет ли в этом косяк потому что от этого зависит точность станка значит я нашел такое решение я думаю оно самое простое может кому-то оно понадобится назовем это лайф лайфхаком как сейчас модно говорить да модное слово лайфхак значит что я беру сверлю отверстие сверлом два с половиной миллиметра засверливаю его почти на всю глубину данной моей резьбовой втулочки то есть у меня отверстие уже просверлено потом беру мечик м3 вот и прохожу резьбу прохожу почти тоже до конца только чтобы не уперлась иначе сорвем резьбу то есть банально тупо я это все делаю шуруповертом я режу резьбу есть вводим назад вот у нас есть резьба естественно я уже нарезал я просто показываю если теперь что делаем в тисочке через прокладочку зажимаю нашу эту втулочку так и где-то до середины с торца у так вот сбор с бачка запиливаюсь еще одним видом на на инструмента вот лобзиком детским для подделок то есть вот я сделал пропил вот видно докуда дошла пилочка да принципе пилится пластик вообще без проблем почему начал лобзиком они ножовочным полотном то что нам надо всего лишь небольшой зазор выбрать нету смысла распиливать расслаблять гайку вот значит сделает пропильчик зашло на до середины вот теперь если посмотреть поближе не знаю видно нет вот эта часть начала ерзать то есть винтиком уже можно сжимать сделал где-то на 1 3 почему чтобы одна из частей гаек все-таки была цельная как можно больше 2 лишь поджимающие сделал меня пропильчик до середины вот теперь что надо сделать нас нарезана резьба в обоих частях и в этой части и в этой теперь на в первой части надо просверлить сверлом четверкой ровно до вот этой линии чтобы сюда винтик заходил свободно а потом уже входил в резьбу в этой части что сейчас и делаю сделал себе заметочку на сверле маркером чтобы глубже не просадить то есть но только на вот эту глубину загоняю и вынимаем назад теперь что получилось теперь у нас винтик да вот этой глубины заходит без проблем вставляю а дальше уже все резьба пошла но сейчас попробую как-то снять крупнее что происходит с этой щелью когда я начинаю зажимать вот еле навел резкость подложу белый листик вот видно щель да вот она щель теперь смотри что происходит когда начинаю зажимать щель уменьшается до нуля вплоть то есть этим самым мы сжимаем гайку лимитируя осевую болтанку в общем конструкция сразу же подтвердила свою эффективность гайка стала ходить ненамного туже но при этом отсутствует осевой люфт вообще чуть-чуть остается радиальный но опять же можно пожертвовать кпд и поджать немножко винтик стало еще туже ходить но теперь уже даже нету радиального просевое вообще как бы ни слова то есть я думаю решение неплохое оно мне нравится значит было очень много нареканий по поводу того что взяла тонкие валы нарекания правильные но я более менее нашел решение то есть нюанс в чем тонкий вал подвесом начинает прогибаться то есть если нее нажимать то он прогибается где-то до 02 миллиметра не смертельно но с другой стороны это все-таки колебания дополнительно который нам не надо как я выкрутился значит взял я такой вот алюминиевый профиль которому там бездела прикрутил его рядом нарастил здесь принципе все просто тот же самый профиль в нем стоит подшипник на винтике вот этот подшипник катается грубо говоря по рельсе только добавляя жесткость по вертикальной оси получилось удачно подшипник как видите крутится вот значит как выглядит это с близкого расстояния подтвердить удачность этого варианта значит скину я вообще вот эту опору одну получается здесь опоры на валу нет но при этом все спокойно как-то делать таки ходит потому что вертикальная ось держит этот подшипник а этот задает отсутствие смещения всем здрасте ох потерял я целую неделю на попытку запустить электроника уже было значит расстроился совсем но в итоге все получилось я очень рад жалко что потерял кучу времени дело было не в электронике а в том что сама программа матч 3 на основе которой я как бы собираюсь то все запустить была кривая либо с кривыми драйверами уже собирался снести винду вот но сегодня случилось чудо я его запустил как смогу так продемонстрирую бы я реально рад были на реально в интернете куча кривых программ имейте ввиду я свою папочку обязательно добавлю хотя электроники надо посвятить наверно вообще отдельное целое видео круче я сегодня рад сейчас покажу что получилось пока все так на весном момента монтажом и только один движок значит вот она все чудо техники мышка клавиатура с обратной стороны подключена то что я вам показывал значит суть в чем я сейчас мышкой запускаю блок питания кнопочкой reset сразу уже пошел шум все зашевелилась и значит беру на клавиатуре нажимаю кнопочки смотрим что происходит слышно на фоне телодвижение движка вот она ось x таки заработала можно конечно другие оси гонять но они меня сейчас не подключены можно ось z погонять значит беру запускаю добавляю программку с и слушаем как бы смотрим что при этом про и сходит значит изготовление типа вот такого колечка вот она колечко ну что пробуем вставляем типа виртуальные нули мы пробный прогон жму старт слушаем что происходит когда стрелочка симулирует движение оси z то здесь комбинирован движение оси x и y значит он при этом происходит здесь запускаем у нас и у нас и дело с этим было нисколько че то вот и это все у нас он первая и перезапевания картинка аль-затт прпс там аль-затт прпс у нас ну-оу хоккан и это Держать практически невозможно Все, программа закончена